Вперед к знаниям без света отопления и в тесных кабинетах. В таких условиях приходится проводить занятия учителям школы в селении Кванада Цумадинского района. Там местный спортклуб выдают за школу, и это вынужденная мера, так как здание, которое некогда было выделено под образовательное учреждение, давно не пригодно для учебного процесса. Мы выехали на место событий и узнали, почему в селе не могут построить нормальную школу. Четыре тесных кабинета, сырость, трещины в стенах, отсутствие отопления и электричества. Это школа в селении Кванада, если так можно ее назвать. Ведь если на чистоту, это спортклуб, который попросту выдают за школу. Другого здания, оборудованного под образовательное учреждение, в местности нет. Ребята вынуждены учиться в две смены, разделившись на начальные классы и средние. Перед фактом просто поставили, мол, проведите тут, больше помещения нет. Но тут нет ни туалета, чтобы дети могли сходить. Нет помещений, где мы могли накормить детей, нормальных условий таких нет. Ну, видите, помещения маленькие. Ученики есть у нас, конечно, есть 14 учеников, но они тоже в чесноте. Пред фактом поставили, что можем сделать. Можем только здесь лечиться, всю зиму зимовать тут. Абсолютно никаких условий нет. Такое чувство, что мы два класса в одном помещении. У нас только вот эта перегородка деревянная, и все, все слышно. И там дети мешают, и здесь учителя мешают. Сюда ученики переехали всего пару недель назад. И это была вынужденная мера. Здание хоть и небольшое, но находиться в нем куда более безопасно, в отличие от прежней школы, которая буквально рушится на глазах. После крупного землетрясения в Буйнакске 70-го года в ряде дагестанских сел были построены щитовые деревянные дома под школы. Срок их эксплуатации 33 года. После они начинают буквально сыпаться. Этому зданию, к слову, 45 лет. 45 лет без реставрации. Здание изжило себя. Потолок здесь держат на подпорках. В администрации района об удручающем положении дел знают. По их планам, на этом месте уже должна была стоять новая школа. Но проблема в том, что нормы строительства здания, заданные государством, не предусмотрены подгорные объекты. Не учтены все трудности доставки строительных материалов на этот объект. Не учтены все трудности бездорожья, доступа нет. Мы сейчас сами увидели. Очень трудные дороги, подъездные дороги здесь отсутствуют. Здесь бетонный узел. Надо будет на месте здесь делать. Бетон привезти невозможно. Огромные бетонные работы здесь будут. Очень много фундаментов, очень много земляных работ. Десятки тысяч кубометров землю надо отсюда вывозить. И самая большая трудность была, вот сейчас в последнее время, такая тенденция идет по всем школам, учебным заведениям, что 60 квадратных метров из расчета на одного ученика. Огромные трудности из-за того, что наши деды, предки наши строили в таком узконаправленном плане, это наши населенные пункты. В селении найти такой земельный участок, 78 соток, это очень огромная проблема. Найти в горах участок со свободной равнинной площадью с заданными параметрами – дело непростое. Но с горем пополам, путем долгих переговоров и последующим выкупом территории, землю удалось приобрести у частных владельцев. Но тут же появилась новая проблема. С людьми договорились, хозяевами этого участка, они нам этот участок дают, ради блага села, ради блага своих детей дают. Но ценовой вопрос так и остался, остановились на точке 3 миллиона рублей. Здесь было уже 2-3 подрядчика сюда приезжали, на этот объект строить, который планировали, хотели здесь строить. Увидев наши труднодоступные дороги, увидев все проблемы, которые здесь вокруг школы, увидев все свои затраты, один подрядчик ушел, отказался, другой подрядчик ушел, отказался. Очень низкая ценовая политика при формировании смертной стоимости объекта, очень низкая ценовая политика образовалась в Дагестане за последние 2 года. Найти подрядчика для работы в труднодоступном месте и с минимальной выгодой действительно не так-то просто. Поэтому сегодня здание по-прежнему стоит как непригодное, а новая школа, которую должны были презентовать уже сегодня, еще только в планах. Между тем, школьникам и учителям предстоит суровая зима в здании без отопления и каких-либо удобств. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цумадинский район.